Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте! Меня зовут Владимир Ильич Симоненков. Я профессор кафедры внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии Северо-Западного Государственного медицинского университета имени Мечникова, Санкт-Петербург. А еще в 2019 году ваш покорный слуга получил звание почетного доктора Российской гастронатологической ассоциации и нашего университета. Ну а теперь приступим к рассмотрению проблем. Сегодня мы с вами обсудим ключевые проблемы, связанные с проведением пробиотической терапии в нашей клинической практике. Ну, вы можете в литературе встретить разные цифры соотношения микробиома микроорганизмов и макроорганизма. Но по последним данным примерно одинаково, что у наших микробов, генов, что у нас с вами. Таким образом, наша микробиота является полноценным игроком в функционировании человека. Если мы посмотрим на этот слайд, то мы видим, что на самом деле начало формирования микробиоты – это еще пренатальный период. По мнению ряда авторов, в пренатальном периоде транспациентарно микроорганизмы проникают в желудочно-кишечный тракт плода. Но, однако, окончательное формирование происходит где-то к трем годам. И уже после трех лет у человека микробиота достаточно стабильно, устойчиво и склонно к восстановлению. Конечно, самая большая зона, где находятся наши микроорганизмы – это желудочно-кишечный тракт. И вы видите на этом слайде, что в разных отделах плотность микроорганизмов различна. Ну, вероятно, все же самое большое количество микроорганизмов находится в толстой кишке. И это понятно. Они берут на себя часть нагрузки по обработке пищевого субстрата. И вы видите, что у нас в организме несколько сот микроорганизмов. Однако, 99 из них принадлежат четырем типам, которые представлены на слайде. Функций в нормальной микрофлоры очень много. Здесь они перечислены. Но самое главное, дорогие друзья, что наша микробиота обеспечивает нашу иммуностимулирующую, иммунорезистентную функцию. Ну, кроме того, они переваривают часть продуктов, влияют на моторику и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мы можем сказать с вами просто, что человек без микробиоты жить не может. Ну, и теперь вопрос о дисбиозе. Данный термин не всеми отечественными гастронтерологами принимается. Тем не менее, в международной литературе термин дисбиоз вы можете встретить очень часто. Изменение количественного и качественного состава микрофлоры приводит к тому, что создаются условия для развития различных страданий. И тут, конечно, мы не можем не вспомнить Мечникова, Илью Ильича, ученого, именем которого назван университет, в котором я работаю. Мы можем много критиковать концепцию аутоинтоксикации, но мы с вами прекрасно знаем, что Мечников первый высказал предположение, что введение в организм полезных микробов будет способствовать здоровью человека. Кстати, он в это время работал заместителем директора НИИ Пастеров, где? В Париже. Ну, и вот на этой картинке вы видите, как развивалось учение о пробиотиках. Но я бы прилег ваше внимание к последней дате, 16-й год, когда Food and Drug Administration сказала о том, что мы находимся на этапе перехода от традиционных представлений о пробиотиках к представлению о биотерапевтических воздействиях. И современные качественные пробиотики являются биотерапевтическими средствами. У нас с вами есть гайдлайнс Всемирной гастроэнтерологической организации, у нас есть с вами клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации. Что я хотел бы подчеркнуть? Нельзя эффекты одного пробиотика переносить на все пробиотики. Все эффекты являются эффектами данного штамма. Просто у нас, знаете, иногда огульно говорят, вот будем лечить пробиотиками. Нет, речь идет, что эти штаммы, они будут эффективными. И еще я хотел бы сказать, что сейчас у нас такое разнообразие определений, но мы все с вами привыкли к терминам пробиотики, пребиотики. Я даже не буду расшифровывать, все это знают. Но есть еще синбиотики, сочетание пробиотиков и пребиотиков. Есть еще симбиотики, когда несколько штаммов. Есть еще метабиотики и постбиотики. Ну, в общем, метабиотики и постбиотики примерно это одно и то же. Но, во всяком случае, постбиотики это вещества, которые высвобождаются микроорганизмами и положительно действуют на хозяина. Здесь перечислены требования к пробиотикам. Значит, уважаемые коллеги, самая большая иллюзия, что можно взять любой штамм, прийти и сказать, это пробиотик. Нет, дорогие друзья, на самом деле во всех странах имеются коллекции пробиотиков и всем штаммом присуждаются определенные номера. Поэтому, когда вы берете упаковку препарата, если вы видите, после названия микроорганизма отсутствуют циферки и буковки, значит, этот штамм не зарегистрирован в коллекции и к нему нужно относиться с неким скепсисом. Ну вот здесь перечислены требования, и вы видите, что очень важно еще концентрация микробных тел в пробиотике. Основные механизмы действия пробиотиков, значит, вокруг чего дискутировали последние десятилетия. Заселяются микроорганизмы пробиотические или не заселяются у нас в желудочно-кишечном тракте? Так вот, еще со времен высказываний профессора Шендерова было четко показано, пробиотические микроорганизмы не заселяются у нас в желудочно-кишечном тракте. Смотрите, что они делают. У них очень много полезных эффектов, но они там не живут. Они пришли, сделали свое дело и ушли. Вот здесь показаны основные механизмы действия пробиотиков. Я не буду долго говорить об этой схеме, скажу только об одном. На сегодняшний день сформировалась концепция двунаправленности эффектов пробиотиков. То есть, пробиотики действуют через желудочно-кишечный тракт и затем на ЦНС, а ЦНС, в свою очередь, модулирует иммунную реактивность и модулирует взаимодействие макроорганизма и микроорганизма. Ну и кроме того, пробиотики обладают прямым антагонистическим действием по отношению к патогенной флоре. Здесь показано, как взаимодействуют пробиотики с макроорганизмом и как они помогают человеку поддерживать здоровье. И вы видите, что микробиота пробиотиков это и выделение короткоцепочных жирных кислот, и целого ряда биологически активных веществ, и воздействие на дисбиоз, и поддержание гомеостаза кишечной микрофлоры и так далее. То есть, мы можем сказать, что пробиотики могут использовать и для лечения, и для профилактики. А вот на этой картинке показано, где на сегодняшний день используются пробиотики. Вы видите, от аллергии до онкологии. Не говоря уж о неврологических, психиатрических заболеваниях, не говоря о заболеваниях полости рта. Но, дорогие друзья, в последнее время достаточно интерес вызывает использование пробиотиков при острых респираторных вирусных инфекциях и COVID-19. Поскольку COVID-19, во-первых, имеет место прямое действие вируса на микрофлору, во-вторых, меняется иммунная реактивность, а в-третьих, льется рекой антибиотики. Ну и посмотрите, в гастроэнтерологии когда чаще всего используются пробиотики. Это синдром раздраженного кишечника, антибиотико-ассоциированная диарея, клостридиальная инфекция, Паучит, ВЗК, ну прежде всего язвенный калит и в определенной степени болезнь Крона. Но по количеству публикаций, конечно, СРК на первом месте. Теперь нужно сказать, что в основе большинства пробиотиков лежат так называемые ЛАП, молочнокислые бактерии. Это аббревиатура трех английских слов, лакцик ацет бактерия. И нужно сказать, что именно молочнокислые бактерии находятся в фокусе внимания до настоящего времени. Но нужно сказать, что спектр микроорганизмов, который применяется в качестве пробиотиков, он немножко отличается. В России мы очень позитивно относимся к некоторым штаммам энтерококков. На Западе, может быть, чуть к ним относятся более настороженно, но это связано только с тем, что нужно использовать энтерококки без штаммов патогенности. Ну и в этой связи хочу несколько слов сказать о бифидформе. Уважаемые коллеги, данный препарат используется более 30 лет, что свидетельствует о том, что он завоевал свою популярность не просто, так сказать, выброшен на рынок, попользовались и ушел. Нет, столь длительное его применение свидетельствует о том, что он работает. С чем же связана его эффективность, дорогие друзья? Очень интересно вообще всегда анализировать строение лекарственной формы. В чем же вот изюмина бифидформа как лекарственная форма? Посмотрите. Значит, два микроорганизма. Энтерококкус фециум и, видите, дальше буквы и цифры, то есть он зарегистрирован, и бифидобактериум лонгум, BB46. Но это еще не все. Они находятся в специальной пребиотической среде. То есть, давая бифидформу, мы даем сразу, что и два пробиотика, и пребиотик. Таким образом, данный препарат сочетает в себе свойства симбиотика и синбиотика. Но это еще тоже не все, потому что он окружен специальной кислотоустойчивой капсулой. Помните, я вам показывал слайд, где было соотношение PH полостного и концентрации микроорганизмов. Так вот, большинство микроорганизмов плохо переносят избыточное закисление в желудке. Наличие такой капсулы дает возможность этому препарату пройти за дуоденом и уже начинать работать, начиная, извините за тавтологию, с тонкой кишки. Ну и уровни защиты мы с вами обсудили. Но еще одна деталь, о которой я не сказал, это пробиотическая матрица. Значит, вот пробиотическая матрица, это как раз сочетание про и пребиотика и защищает от внешних воздействий. Что касается самой упаковки, ну она достаточно качественная, алюминиевый пенал, это все как бы понятно, на него никто садится, я надеюсь, не будет. Так вот, возвращаясь к двум микроорганизмам, которые есть в бифиформе, энтерококус фециум и бифидобактериум лонгу. Значит, эти два штамма, они используются достаточно давно, доказали свою безопасность. И обратите внимание, что всемирная гастроэнтерологическая организация включила штамм энтерококус фециум в свои клинические рекомендации по лечению острой диареи у взрослых. Теперь посмотрите, там есть уровень доказательности 1B. А что это значит, такой уровень доказательности 1B? Это значит, что проведено несколько РКИ, рандомизированных клинических исследований. Ну а вот по поводу генофирулентности я уже говорил, а здесь только еще раз подчеркну, что в этом штамме генофирулентности нет. Ну и имеются клинические исследования, которые подтвердили его эффективность и безопасность и у взрослых, и у детей. И, как я уже сказал, всемирная гастроэнтерологическая организация включила его в рекомендации. Уважаемые коллеги, говоря о клинических эффектах и достоинствах бифиформы, я хотел бы еще немножко сказать о лактазной недостаточности. Дело в том, что в России не менее чем у 13% взрослого населения имеется лактазная недостаточность. И чаще всего она протекает в скрытом варианте. Вот у бифиформа нет лактозы, поэтому нагрузки на лактазу нет. И человек хорошо его переносит. Еще один момент. Отсутствие связи с приемом пищи. Дорогие друзья, вот работая гастроэнтерологом уже долгие десятилетия, я могу с вами поделиться своим впечатлением, что вот эти пляски вокруг до еды, во время еды, после еды, они зачастую носят ритуальный характер. Ну вот мы с вами знаем, что ингибиторы протонной помпы лучше принимать за 40 минут до завтрака. Мы с вами знаем, что ферментные препараты нужно принимать во время еды. Но в большинстве случаев наши рекомендации не имеют под собой такой вот серьезной клинической базы. Так вот, у бифиформа нет связи с приемом пищи. Мы можем принимать до еды, после еды, во время еды. Это не суть. И еще один момент. Это комплайенс. Значит, вот купил упаковку пациент, пропил ее и дело сделано. То есть на 10 дней это вполне хватает. Ну, здесь представлены рекомендации Всемирной гастроэнтерологической организации по пробиотикам. Я на эти рекомендации уже ссылочку давал. И здесь показано, что это и для лечения острой диареи у взрослых, и для профилактики антибиотико-ассоциированной диареи данные микроорганизмы подходят. Вообще проблема антибиотико-ассоциированной диареи, я думаю, сейчас станет перед нами всеми в полный рост. Потому что мы сейчас чем занимаемся? Мы полностью пытаемся исключить из клинической практики целый класс антибиотиков, я имею в виду макролиды. Потому что такое количество азитромицида, которое выпито сейчас в мире, я еще год назад такое и представить себе не мог. А там ведь есть перекрестная резистентность, поэтому я боюсь, что и схемы классические эрадикационной терапии претерпят изменения. И в ряде случаев макролиды вообще не будут работать. И увеличивается вероятность антибиотико-ассоциированной диареи. Потому что ведь у нас значительная часть азитромицина принимается не по показаниям, а самолечением. Таким образом, дорогие друзья, проблема профилактики и лечения антибиотико-ассоциированной диареи, она будет все более и более актуальна. Ну вот здесь перечислены, какие антибиотики чаще всего дают это расстройство. Но на самом деле любой класс антибиотиков это может дать. Ну и вы знаете, что самая тяжелая форма это псевдомембранозный колит. Лечить очень тяжело и у нас в практике бывало так, что вообще кластридиальная инфекция ни на что не реагирует. Во всяком случае, лучше до этого не допускать. И посмотрите, работают пробиотики при антибиотико-ассоциированной диарее? Это данные мета-анализа. Да, дорогие друзья, работают. То есть мы можем сказать, что для профилактики антибиотико-ассоциированной диареи это мейнстрим, это очень полезно, это нужно делать. А в терапии уже развившейся антибиотико-ассоциированной диареи пробиотики будут являться компонентом комплексного лечения. Ну вот это рандомизированные клинические исследования, о чем я говорил, они четко показали, насколько ускоряется редукция клинической симптоматики. А здесь снова мы показываем с вами механизмы антибактериального действия пробиотиков. И вы видите, что это и конкуренция, и производство бактериоцинов и так далее. Теперь, дорогие друзья, синдром избыточного бактериального роста. Тоже очень большая проблема, потому что проблема транслокации микроорганизмов, она становится все более и более актуальной. Причем транслокация может происходить как ретроградно, так и антоградно. То есть и сверху вниз, и снизу вверх. И мы с вами знаем, что в норме тонкая кишка содержит очень мало микроорганизмов. А при сибре их концентрация резко повышается. И лечить сибр без пробиотиков очень трудно. Ну и вот тема, которую мы уже затронули. Восстанавливают ли пробиотики эубиоз? Значит, дорогие друзья, еще раз повторяю, что наши нормальные микроорганизмы живут в биопленках, в консорциуме. Они друг за друга держатся. И задача пробиотиков не вмешаться в этот консорциум, а помочь ему восстановиться. А здесь представлены некоторые клинические исследования бифеформа. И вы видите, что бифеформ эффективен в профилактике антибиотико-ассоциированной диареи. Это, конечно, здорово. Как бы я хотел, дорогие друзья, приближаться к завершению своего доклада. У нас с вами есть что? Нормативные документы, которые нас будут защищать в конфликтных ситуациях. И мы с вами можем ссылаться на приказ Минздрава Российской Федерации от 20 декабря 2012 года, где штаммы микроорганизмов, которые входят в бифеформ, перечислены. И мы их можем смело использовать по показаниям, по вот этим нормативным документам. И если, не дай бог, у кого-то когда-то возникнет ощущение, что какой-то пробиотик им не пошел, можно всегда ссылаться на эти данные. Ну и вот проблема токсикоинфекции, сальмонеллез. Вы видите, как снижается летальность при использовании бифеформа. Ну а это влияние на иммуноглобулины и на другие. А вот это постинфекционный СРК. Постинфекционный СРК, между прочим, серьезная проблема. У нас на кафере только недавно завершена работа, где было показано, что 15% острых кишечных инфекций кончаются постинфекционным СРК. И что с ним делать, тоже большая проблема. И посмотрите, дорогие друзья, бифеформ способствует профилактике постинфекционного СРК. Это дизайн представлен. И это результаты показаны, что достаточно часто возникает постинфекционный СРК. И СИБР возникает. И бифеформ помогает в этих ситуациях. Вот выводы сделаны, дорогие друзья. Ну, тут показано, что СИБР развивается, рецидирующая диарея. У нас немножко меньшие данные. Но это не суть. Самое главное, что бифеформ помогает и в лечении постинфекционного СРК, и в комплексной терапии лактазной недостаточности. Потому что углеводы, в первую очередь, кем перевариваются? Нашей симбиотной флорой. Ну и еще пару слов о хеликобактер пилоре. Я сказал выше, что мы сейчас занимаемся тем, что выводим из оборота целый класс антибиотиков, макролидов. И в этой связи дополнительные средства, которые бы повысили эффективность эридикационной терапии, нам очень нужны. И в этом плане мы с вами понимаем прекрасно, что бифеформ может нам помочь повысить эффективность эридикационной терапии. Это Эмилия Прохоровна Яковенко с авторами работу такую провела. И они показали, что почти на 20% повышается эффективность эридикации при включении в комплексное лечение бифеформа. Это очень много. А вот профессор Корниенко, наша питерская, у детишек посмотрела, помогает ли бифеформ повышать эффективность. Да, уважаемые коллеги, тоже. Ну тут на 10% тоже очень существенно. Если вспомним, что переход от 10-дневной к 14-дневной, то есть всего 5%. Уважаемые коллеги, проблемы использования пробиотиков сегодня, они обострились, потому что мы сейчас будем иметь дело с исходами COVID-19. Выше мы рассматривали, как взаимодействует вирус SARS-CoV-2 с микрофлорой желудочно-кишечного тракта, с макроорганизмом. И представляется, что использование пробиотиков, в частности бифеформа, будет способствовать восстановлению пациентов после COVID-19. Я благодарю вас за внимание. Всего вам самого наилучшего.